МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Это суть дела. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в честь Дня рабочих, который отмечается в стране 1 мая, принял решение резко повысить зарплаты. Уровень минимальной оплаты труда указом Мадуро увеличен на 300 процентов с 1,8 до 7 миллионов боливров в месяц, что по текущему курсу эквивалентна сумме в 2,5 доллара. До указа Мадуро минимальная зарплата для работников частного и государственного сектора в Венесуэле составляла 64 цента в месяц. Для госслужащих в честь 1 мая также увеличен денежный размер продуктовых карточек с 1,8 до 3 миллионов боливров, то есть примерно 1 доллар и 7 центов. В результате в общей сложности рабочие госсектора смогут получать около 10 миллионов боливров в месяц. Это примерно 3 доллара и 60 центов, на которые в Венесуэле сегодня можно купить упаковку из 30 яиц. «Мы провели большую работу, чтобы найти ресурсы на увеличение зарплат», сказал Мадуро в ходе первомайского мероприятия для сторонников, которое проходило за закрытыми дверями в Каракасе. Он вновь пожаловался на блокаду венесуэльской экономики со стороны США, из-за которой текущая инфляция в стране достигает, внимание, 3867%. Венесуэльские профсоюзы отвергли повышение зарплаты от Мадуро, назвав его возмутительным. За последние пять лет экономика Венесуэлы схлопнулась на 30% на фоне краха ключевой отрасли, за счет которой страна включена в мировую торговлю, добыча зерой нефти. Объемы производства черного золота в Венесуэле с 2016-го упали более чем в четверо, с 2,1 до полумиллиона баррелей в сутки. Весь этот экономический кошмар происходит на фоне российской помощи режиму Мадуро, объем которой измеряется миллиардами долларов. В общей сложности с 2006-го года Россия инвестировала в Венесуэлу около 17 миллиардов долларов. Сейчас задолженность Венесуэлы перед Россией составляет по самым минимальным подсчетам 3,15 миллиарда долларов двухсторонних кредитов. Еще 3,1 миллиарда венесуэльская нефтяная компания должна Роснефти, которая, как известно, является госкомпанией. Кроме того, по данным ТАСС, в 2001-2013 годы Рособоронный экспорт поставил в Венесуэлу 100 тысяч автоматов Калашникова, которые заменили устаревшее стрелковое оружие еще бельгийского производства. 15 вертолетов на общую сумму 200 миллионов долларов. И в 2006 году Рособоронный экспорт заключил контракт на поставку в Венесуэлу 24 многоцелевых боевых самолетов Су-30 МК-2 на сумму в полтора миллиарда долларов и 12 зенитно-ракетных комплексов ТОР-М1 на сумму 290 миллионов. Сколько всего составляют долги Венесуэлы нашим госкорпорациям, сказать трудно. Но и Роснефть, и Рособоронэкспорт вложили в эту страну миллиарды. С учетом разрушенной венесуэльской экономики и международной изоляции этой некогда богатейшей страны надежды на возврат долгов, прямо скажем, призрачны. Венесуэльские революционеры построили у себя в стране очень странный социализм, чем-то похожий на кубинский, а чем-то даже на северокорейский. Повальная нищета, коррупция, полузадушенные, но все еще тлеющие народные протесты, все это не сулит Венесуэля светлого будущего. Народ трудно успокоить зарплаты в 2,5 доллара. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.